Деньги для Хабиба второстепенный экс-тренер Нурмагомедова о его папахе, внутреннем стержне и конфликте с Магригором. 24 апреля 2019 года, 17.38 Хабиб Нурмагомедов выделялся на фоне остальных спортсменов уже на заре своей карьеры в смешанных единоборствах, заявил в интервью RT, бывший тренер бойца Марат Кештов. По его словам, россиянин обладает уникальным стилем, который позволит ему сохранить титул чемпиона UFC в легком весе в ближайшее время. Специалист также рассказал, почему бывший ученик отказался от спонсорских контрактов ради папахи, и прокомментировал его конфликт с ирландцем Канером Магригором. Как начался ваш собственный путь в смешанных единоборствах? Одна из вещей, которые мне нравятся в ММА, это совокупность большого количества разных направлений. Борьба была частью моей жизни с самого детства. Мы смотрели фильмы и видеозаписи о карате, тхэквонда, кикбоксинге и были по-настоящему впечатлены этими новыми для нас дисциплинами. Чем-то я начал заниматься под влиянием старшего брата, однако в месте, где я рос, не было столько возможностей. В итоге я попал на соревнования под тхэквонду и отобрался в сборную России, за которую выступал на протяжении нескольких лет. Также по теме. Поражение Олейника, пятая подряд победа Махачева, быстрый нокаут Павловича, чем запомнился турнир UFC. В Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге состоялся второй в истории российский турнир абсолютного бойцовского чемпионата UFC. Во время главного события вместе с командой путешествовал по всему миру и в 1995 году оказался в США. На тот момент мне нравилось наблюдать за поединками абсолютного бойцовского чемпионата UFC. Однако их большим поклонником себя не считал. Я люблю боевые искусства, демонстрацию техники высшего уровня. Именно это и стараюсь передать своим ученикам. Необходимо совершенствоваться не в одном направлении, а сразу на нескольких уровнях. Кого из своих учеников вы бы могли отметить отдельно? Их было много. Часть из них добилась определенных успехов. Разумеется, это Хабиб, который начал свой путь в Маунас в Нью-Джерси. Я бы назвал Адлана Амагова, Алексея Олейника, Вячеслава Васильевского, Михаила Малютина. Все они выступают на самом высоком уровне. На тот момент вы могли предположить, что Нурмагомедов сможет добиться таких высот. Всегда знал, что он особенный. Хабиб выделялся не только своим талантом, но и дисциплиной и работоспособностью. Уже в то время он был непобедим. Я видел его стойкость и понимал, что однажды он станет чемпионом. Нурмагомедов приехал в США, не зная английского языка. Доставляло ли ему это какие-либо неудобства? Что можете сказать о его характере на тот момент? Разумеется, как и остальные ребята, приехавшие из России, он попадал в разные курьезные ситуации. Ведь речь идет об абсолютно новой для тебя обстановке, культуре, языке. Таких моментов не избежать, может всякое произойти. Но в Хабибе больше всего меня впечатлила одна вещь. Какое-то время он жил в моем доме, пока мы искали ему квартиру. В тот момент мы только узнавали друг друга, часто вместе смотрели бой. Меня поразило его знание всех бойцов, их статистики. Нурмагомедов был настоящим фанатом ММА, полностью погруженным в этот вид спорта. Его познание, талант, дисциплина и навыки сочетались с уверенностью в себе, с осознанием того, что он хочет. Отличительным знаком Нурмагомедова стала его папаха. Правда ли, что на заре карьеры ради нее он отказался от некоторых спонсорских соглашений? Да, изначально это вызывало у нас некоторое беспокойство. Но это часть имиджа бойца, которая отражает его принадлежность к определенной культуре. Из-за папахи у Хабиба иногда возникали разные ситуации. Некоторые думали, что это парик, и не понимали ее смысла. Однако для него самого она означает гораздо больше, чем просто головной убор. Это традиции, образ жизни кавказских людей. Все это важнее финансовой составляющей. Стоит отметить, что для Нурмагомедова деньги всегда играли второстепенную роль. В первую очередь он хотел чемпионской славы. После своего первого боя в UFC он покинул вашу команду. Что произошло? Мы начали подготовку к бою с бразильцем Глейсоном Тибау, но внутри коллектива возникли определенные разногласия, и Хабиб оказался в центре конфликта. Пусть Магригор прилетает в Дагестан, о чем говорили Нурмагомедов и его отец на встрече с болельщиками в Петербурге чемпион UFC. В легком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии турнира промоушена в Санкт-Петербурге провел встречу с болельщиками, хотя... Были ли вы удивлены его прогрессом за последние несколько лет? Честно говоря, в Хабибе всегда чувствовался этот внутренний стержень. До США у него уже была прекрасная подготовка, база, которая сделала его победителем. Эти качества были даны ему изначально, с самого детства. Разумеется, всегда есть над чем работать, необходимо улучшать свои показатели. Но самое главное в нем уже было. Да, Нурмагомедов продемонстрировал значительный прогресс, но он был хороший до этого. По вашему мнению, сможет ли кто-нибудь отобрать у него титул в ближайшем будущем? Все возможно. Но Хабиб обладает таким стилем, что даже парни, находящиеся в пятерке лучших, выглядят не так хорошо на его фоне. А именно стиль предрешает ход боя. Поэтому, мне кажется, он будет оставаться чемпионом какое-то время. Нурмагомедов всегда отличался скромным поведением вне октагона. Думали ли вы, что он может оказаться в центре конфликта с Канаром МакГригором? Это так, но в то же время могу его понять. Я сам с Кавказа, где некоторые вещи воспринимаются по-другому. Хотя я живу в США на протяжении 25 лет, это влияние до сих пор во мне не угасло. Для нас одной из ключевых вещей является то, что ты говоришь. Не хвастайся, будь скромен, уважай окружающих. Но если кто-то тебя оскорбляет, ты должен ответить. О деталях конфликта, по большому счету, я узнал из СМИ, поэтому мне сложно давать здесь какую-то оценку. Да, мы говорим о бизнесе, в котором за шоу платят большие деньги, и некоторые бойцы так это и воспринимают. Но в то же время нужно уметь постоять за свою честь. Дисциплина и уважение всегда должны быть на первом месте. Чем вы занимаетесь сегодня? Мы переехали в новый зал в Нью-Джерси, где созданы все условия для комфортных тренировок. Он поделен на различные зоны и внутри есть все необходимое оборудование. Присутствовали на турнире UFC в Санкт-Петербурге, где принимал участие наш боец Александр Яковлев, который работает с нами на протяжении длительного времени. Он прошел долгий путь, а это был его седьмой бой под эгидоорганизации.